Окунуться в детство или создать себе новогоднее настроение можно в Музее народной игрушки. Здесь царит настоящая атмосфера праздника. Ёлки, многочисленные игрушки, украшения, открытки, элементы декора. Новая выставка «История страны в новогодних игрушках» представляет изделия советской эпохи 50-х-90-х годов из стекла, ваты, картонажа. По этим игрушкам можно прочесть историю страны, узнать, какие события происходили, увидеть, чем и как жили советские люди. Прошел фильм «Карнавальная ночь», появились часы без пяти минут двенадцать, которые до сих пор украшают многие ёлки. И действительно такая уже значимая игрушка, народная игрушка. Прошли Олимпийские игры, также появились Олимпийские мишки. Например, вот самые первые, наверное, такие значимые игрушки – это после выхода фильма «Цирк» в 30-х годах на ёлках появилось очень много цирковых артистов. У новогодней игрушки в России непростая история. Как пережиток буржуазного прошлого, её запрещали вместе с ёлкой. Расцвет новогодних украшений пришёлся на советское время, начиная с 50-х годов. В это время ёлка стала не просто украшением интерьера, а средством патриотического воспитания молодёжи. Такое значимое событие, как полёт человека в космос, также не остался без внимания советских мастеров. Если в оранжевом костюме и с надписью на шлеме «СССР», то это изображение Юрия Гагарина, потому что он именно в таком костюме летал в космос. Если серебристая игрушка, то это Валентина Терешкова. Но некоторые мастера отходили от шаблона и рисовали какие-то мелкие детали, потому что все эти игрушки, они были именно ручной работы, ручной выдувки, ручной росписи. На выставке есть и современные игрушки «Фабрик Ариэль» и ёлочка, которые изготавливают ёлочные украшения по советским образцам. Дополняют экспозицию выразительные работы саровских мастеров Елены Зуевой и Татьяны Коновой – промысловые расписные игрушки мастеров из Семёнова. Окунуться в прошлое и прикоснуться к новогодней сказке можно по 15 января, без возрастных ограничений.